В Твери проходят профилактические рейды, в ходе которых полицейские совместно с представителями районных администраций рассказывают жителям об основных видах телефонного и интернет-мошенничества. Информационные листовки накануне раздавали в Пролетарском районе. В частном секторе Пролетарского района Твери проживает много пожилых людей. Они, как говорят полицейские, чаще всего попадаются на уловки мошенников. В распространении информационных листовок сотрудникам МВД помогают общественники. От мошенников. Сейчас по телефону разговаривают эти мошенники. Ни код не говорит. А я никому. Ничего. Вообще не адрес. Я сразу. Да, да, да. Листовки с информацией о распространенных схемах мошенничества, о том, как разоблачить злоумышленников в телефонном разговоре, раздавали и в многоквартирных домах, как, например, здесь, на улице Бориса Полевого. Распространите, пожалуйста, основные принципы действия, что делать не нужно гражданам. Так, данную информацию я поезжаю, наверное, сейчас на информационный стенд. Конечно. Вот. Заявление об обманутых гражданах поступает в дежурную часть ежедневно. При сомнительном телефонном разговоре полицейские советуют прервать его. Ведь это один из самых распространенных способов обмана. Под предлогом перевода или снятия, или уже в дальнейшем перевода денежных средств обманным путем получают сведения, которые содержатся на банковских картах. И с помощью этого осуществляют переводы денежных средств на различные суммы. Профилактическую работу жителями города регулярно проводят специалисты районных администраций. Проводятся рабочие встречи с председателями уличных комитетов, ТСЖ, управляющих компаний. На данных встречах доводится информация о профилактике правонарушений с дальнейшей передачей их жильцам нашего района. Также сейчас осуществляется работа в онлайн-режиме. Это телефонный обзвон и также информирование посредством электронной почты. Профилактическая работа пока остается одним из основных способов борьбы с дистанционными преступлениями. Поэтому такие рейды проходят в Твери в постоянном режиме.